В пятницу пожилые люди, члены Содружества ветеранов и пенсионеров города Кохт-Лоярве, собрались возле памятника, установленного на братской могиле советских воинов в Старом городе. Здесь они зажгли свечи памяти, знаменуя тем самым годовщину начала Великой Отечественной войны. Фронтовиков остаются с каждым годом меньше и меньше. Почтить память невернувшихся с войны пришли участники войны, бывшие узники нацистских концлагерей, труженики тыла. Помню, как война началась, как нас забирали, немцы гоняли нас. Мы уходили в тыл, а потом там уже в Куржской области нас на поезде увезли аж в Сибирь. И там мы отбыли два месяца, а потом оттуда уже поездом на фронт отправили нас. И начали мы с Киева и до Сан-Берлина. Я же был пацаном, находился в городе Москва. Я там учился так. И 22-го началась война в июне. А 22-го июля, ровно через месяц, фашисты бобили Москву. Мы учились, поскольку училищи дежурили тогда на крышах, в случае так, ну, зажатой бомбы, так, в больших условиях. И я видел так своими глазами все, что творил так с первых дней войны фашистской родины, где я родился, которую любил и люблю. И мне хочется о том, что мы пережили так войну, все, которые так знают о войне, чтобы вспомнили, война это и есть это страдание. А любовь к своей отчизне, к своим так ополченствам, своим близким там, и особенно к своим семьям, прежде всего. И обращаюсь особенно так к молодежи. Молодежь должна быть именно патриотически, будь это Эстония, будь это Россия, будь любое государство. Любить родину так, это не значит, что просто так говорить о родине, а хорошим поступками. Тогда я работала в Казани на фабрике. Меня только призвали в 42-м году в армию. Ну, и я защищала с 42-го и кончила под тылой. Защищала город Москву. Чувствую молодежи чистого неба и хорошей жизни. Всем, всем. Не желаю. Руководитель ветеранской организации Кохтлоярвы Валерий Тумко сказал каналу Литес, что значит для ветеранов 22 июня. Сегодня день памяти и скорби. И этот день, название этого дня отражает суть этого названия. Это память и скорбь о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Даже по нашей организации видно, как быстро уходят те, кто принес победу над фашизмом. Если мы 10 лет назад имели в своих рядах 184 участника Великой Отечественной войны, то на сегодняшний день осталось 57. Жителей блокадного Ленинграда было 63, 10 лет назад осталось 27. Если бывших малолетних узников было 10 лет назад 678, а сейчас осталось всего 218 человек. То есть видно, как уходят те, кто писал историю. Это люди, это оставшиеся люди, это живая история. И они действительно могут рассказать так, как было в то время, без всяких приукрас. И называя этот день, день памяти и скорби, мы можем, также преклоняем колени перед теми, кто отдал свои жизни на полях войны, кто трудился в тылу, кто был в партизанском движении, кто был в блокадном Ленинграде, кто был в концлагерях. Все эти люди несли свою часть победы.